Здравствуйте, соучастники! А теперь давайте посмотрим на нашу сезонную работу у фермеров с другой стороны. Давайте сравним белорусского и польского фермера, которые выращивают яблоки. Чем отличаются эти два пана? А я вам сейчас расскажу, в чем самое существенное отличие. Поляк платит сборщику урожая в два раза больше, чем белорус белорусу. В Польше меньше, чем за 4 доллара в час никто работать не будет. А у механизаторов зарплата еще больше. Имейте это в виду, фермерские трактористы. Белорус соглашается горбатиться за еду. Белорус дорожит за дневку 40 рублей, которой хватает только на прокорм. Поляк работает минимум за 80 рублей. Это в пересчете на наши деньги. При этом, внимание, оптовая цена на яблоки в Польше даже на 10 копеек меньше, чем в Беларуси. При этом у нас дешевле топливо и электроэнергия. Наши хитрозачатые фермера после начала санкционной войны умудрялись наживаться даже на коллегах из Польши, переклеивая в своих складах этикетки и выписывая новые накладные на Россию. Спросите, где эта разница между польской и белорусской зарплатами сезонных рабочих? Отвечу, эти фантастические суммы остаются бонусом в кармане у фермера. Эта фантастическая разница расходуется на гнилые понты, на квадроциклы, импортные ружья, крутые джипы и прочую мишуру. А вы, те, кто им это оплачивает своим трудом, жрете самую дешевую синюю куриную колбасу. И зельц. И благодарите добродетелей фермеров за то, что не дают вам подохнуть с голоду. А сейчас самая сочная вишенка на пирожок про фермерскую тему. Судя по всему, только Александр Лукашенко и меня беспокоит сумасшедшая разница между зарплатами частников куркулей и работяг, на чьем горбу эти обнаглевшие дельцы отращивают себе свои гнилые понты. Помните, Александр Лукашенко рассказывал недавно статистику, какая разница в зарплатах у продавца в евроопте и тем, сколько начисляет в этой конторе себе самый главный. Так я вам расскажу, что личная дневка столинского фермера и у того, кто собирает для этого фермера яблоки, бьет даже еврооптовские рекорды. Здесь у нас в поле разница в 200 раз. Мы можем пересчитать эту цифру по дневкам, по фурам, по месячную, взять годовую статистику. Цифра будет одна и та же, разница в 200 раз. При расчетах я учитывал все. Все расходы наших доморощенных куркулей, помещиков, даже закладку и амортизацию сада, удобрения и химии, упаковку, расходы на уборку, разница в доходах фермера и его бесправного, неоформленного раба – 200 раз. Сейчас начнут наши помещики скулить процену на капусту. А мне наплевать на вашу тупость. Хотите садить себе в убыток капусту? На здоровье. Но будьте любезны, сначала заплатить нормальную дневку рабочему, заплатить 80 рублей и следом обязательно начислить еще положенное по закону пенсионный фонд. В прошлом году ольшанских капустоводов приехала спасать огромная столичная комиссия. Помогли или не помогли – не суть важна. А вот наших бесправных рабов никто не приехал спасать. У наших рабов нет профсоюза. Судя по бездействию, судьба сезонных рабочих не особо заботит и наш располком – налоговую госконтроль. Но у нас есть руководитель страны. Будем рассчитывать на администрацию в Минске. Пора подводить черту. Возможно, я тут все зря это рассказываю. Может быть, работягам и вполне достаточно 40 рублей. Может быть, никому не нужна зарплата больше. Главное – не умереть с голоду. Но если я увижу поддержку зрителей, то столинских и пинских фермеров, а пинчане еще более скупые и хитрые, в этом сезоне ждут непростые времена. Либо будет существенно увеличена дневка, либо будете садить свою капусту и собирать яблоки в одно лицо, вместе со своими бригадирами и домочадцами. Да, это все зависит в первую очередь от желания и самоуважения людей. А во-вторых, уже хватит ли у меня сил и ресурсов на эту борьбу за права фермерских рабочих. Пишите в комментариях. Может быть, я не прав. Может быть, пусть все так и остается. Кстати, только что правительство заявило о закупке овощей у столинских фермеров. С нашей стороны будет подготовлено предложение о том, чтобы овощи закупались только с экономическим обоснованием цены, чтобы зарплата рабочих в этом обосновании была на уровне средней по стране, а фермерская маржа составляла не более 10%. Посмотрим, как правительство позаботится о простых работягах. Продолжение следует...